Всем привет! Для канала события в мире бокса ММА обсуждаем и подводим итоги уходящего года в разделе бокс. Итак, наверное, сначала стоит рассказать о тех боях, которые обязательно стоит посмотреть, если кто-то пропустил. Я думаю, что здесь мало у кого возникает сомнений о том, какой поединок стал боем года. Несомненно, это третья встреча между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Здесь удивилась Дианте Вайлдер. В общем-то, когда он выиграл суд у британского боксера весной этого года, казалось, что все дело чисто в деньгах. Все-таки та форма, которую показал Дианте, это была какая-то фантастика. Человек вышел с остальным характером, вышел демонстрировать волю к победе, вышел умирать на ринге. Хотя Вайлдер не удивил ничем, в принципе, из того, чем богат его боксерский арсенал. А боксерский арсенал у него достаточно такого невысокого уровня. По большей части американец здесь рассчитывал на то, чтобы устроить рубку. Ну, рубка у него, в общем-то, достаточно хорошо получилось. И после неудачного начала он дважды сумел отправить соперника в нокдаун. В общем-то, я вот по скорой памяти не помню ни одного поединка в этом году, где нокдауна были в обоюдную сторону и в ту, и в другую. Хотя хороших встреч, в общем-то, в этом году хватало. Опять же, стоит отметить, наверное, тенденцию о том, что бокс продолжает проигрывать теме ММА, популярности боксера, популярности боев, хайповости всяких событий и так далее. Хотя вот именно в этом году хайповости, наверное, да, проиграли, но по качеству боев бокс показал, в общем-то, высоком уровне свое содержание. Если не отмечать встречу Диантея Валдера и Тайсона Фьюри, то здесь можно вспомнить яркую победу Оскара Вальдеса над Мигелем Берчилтом, можно вспомнить ярчайший бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе между Джошем Тейлором и Хосе Рамиросом. Ярчайший бой и очень напряженная встреча между Брайаном Карлсом Кастанья и Джермелом Черло. Каждый из этих поединков можно смотреть в одно удовольствие. Ну, а если рассуждать о том, какие герои были в этом году, то, наверное, напрашивается список из ровного числа от трех боксеров. Я здесь, несомненно, на первое место, конечно же, поставил Александр Усика. У меня даже здесь не было никаких других мыслей на этот счет. Однако, разговаривая со своими коллегами, я удивился, что у них, в общем-то, другие мнения по этому вопросу. И не буду называть имен, но два моих хороших друга сказали, что лучшими боксерами года этого были Тайсон Фьюри и Сауль Альварес. Не могу сказать, что дебаты у нас были жаркими, но могу сказать, почему, наверное, это не Сауль Альварес. Хотя он стал абсолютным чемпионом во втором среднем весе. Достижение без всяких вопросов отличное. Да и тем более, что не слабых боксеров Сауль побил. Оба были не битые, что Калеп Плант, что Билли Джо Сандерс. Но я не помню тех боев уже за последнее время, где Сауль бы не диктовал условия своим соперникам. Он выбирает место, он выбирает время, он выбирает перчатки, выбирает вообще абсолютно все. И зачастую сталкивает всех своих соперников в неудобную ситуацию. Вот даже если взять послужной список Планта, вроде не битый боксер, но по факту вообще ничего интересного он из себя не представлял. И здесь фамилия Планта, как не битого чемпиона, она выглядела, наверное, не сильно лучше, чем фамилия турецкого боксера, с которым Сауль встречался в начале этого года. Ну, что касается Билли Джо Сандерса, ну, выступал он по большей части в Британии, там у него хватало напряженных поединков. С Сакао, в общем-то, получилось не особо просто. И с Юбанком также. Ну, боксер неплохой, но явно не топ. И вот вообще вся весовая категория второго среднего веса для меня на некотором степени половинчатая. Вот если что-то сокращать из весовых категорий, я считаю, это просто необходимо для увеличения интереса боксу, для того, чтобы на напряжении были поединки, качественные боксеры и чаще отличались друг с другом. Вот второй средний вес надо сокращать обязательно, поскольку там исторически никогда такого ничего интересного не происходило. Максимум был один топовый боксер, а все остальное это, ну, в общем-то, промежуточное звено. Ну, касаемо Тайсона Фьюри, здесь все-таки он провел один поединок. Один поединок, в котором он был явным фаворитом. Никто фактически не сомневался в его победе, но победа получилась очень напряженной. Не могу сказать, что прямо сверх яркий, яркий получился бой. А у Тайсона Фьюри были свои промашки в этом противостоянии. Ну, вот два своих нокдауна, ну, он явно зевнул. Я, ну, никак не могу сказать, что в этом году Тайсон Фьюри меня удивил больше, чем обычно. В этом году он выступил примерно так, как я от него и ожидал. В общем-то, и про Александра Усика я могу сказать те же самые слова, поскольку я говорил в прогнозах, что я думал, что на моей судейской карточке будет победа Александра. Ну, в общем-то, так оно и вышло. После этой победы я, в принципе, без всяких сомнений могу считать Александра Усика лучшим боксером в истории Украины. Ну, если бы чуть более широкие просторы взять, то и на всем подсоветском пространстве. Поскольку абсолютным чемпионом мира, который владеет четырьмя титулами, вообще не было ни одного боксера в истории наших стран. Ну, и к тому же сейчас к четырем титулам в первом тяжелом весе Александр Усик добавил три титула в тяжелом весе. Это грандиозный успех, учитывая его уровень оппозиции в каждом из этих боев. Он всегда дрался на чужих боксерских рингах и всегда, соответственно, побеждал. Причем побеждал достаточно убедительно. Самый сложный поединок у него там было, если все это вспоминать, то против Майриса Бридиса. Ну, и там, в общем-то, я в его победе не сомневаюсь. Хотя у коллег есть определенные сомнения на этот счет. В общем, Александр Усик просто гений бокса и красавец, и лучший боксер в истории Украины, ну, и в истории постсоветского пространства. Мега ему поздравления, он большой молодец. Ну, и из главных сенсаций года, конечно, напрашивается поражение Теофима Лопеса от Джорджа Камбососа. Но, с другой стороны, в общем-то, как надо относиться к фигуре Лопеса? По факту, сенсация это поражение. Да, сенсация. Но можно ли считать Теофима Лопеса таким выдающимся боксером, чтобы говорить о том, что какой-то невероятной сенсации здесь шла речь? Ну, наверное, вряд ли, поскольку мы все-таки понимаем, что победа Теофима Лопеса над Василием Ломаченко годом ранее, она в большей степени заключалась не в мастерстве самого американского боксера, а в том, что какой вот бой выдал Василий на первой дистанции этого поединка. Шесть раундов он не делал ровным счетом ничего, это была гигантская фора для соперника, и к тому же Лопес ее едва-едва не умудрился растерять во второй половине боя. Поэтому я не могу назвать Теофима Лопеса прямо уж совсем какой-то яркой звездой на боксерском небоскломе. Ну, хотя эта победа здесь Джорджу Камбос явно выделяется над всем остальным, и, конечно, бы хотелось, чтобы у австралийского боксера хватило характера, желания и всех прочих бойцовских качеств для того, чтобы встретиться с Василием Ломаченко. И тут я вообще не сомневаюсь ни разу, что все титулы вернутся обратно украинскому чемпиону мира. Ну, если говорить об ожиданиях следующего года, то, конечно же, осомневником стоит бой Александра Усика и Антони Джошуа. Зачастую прогнозы всегда дела неблагодарные, неблагодарное дело это и насчет этого боя, но давайте так прикинем. Ну, если сравнивать с третьей встречей Диантея Валдера и Тайсона Фьюри, я не думаю, что у Джошуа есть такой характер, который есть у Диантея. Такой стали в его жилах точно нет. Он более такой осторожный, экономичный боксер. В принципе, боксирует Джошуа лучше. Но вот отбегать в реванше так, как он отбегал от Энди Руиса, от Усика у него не получится. Усика, несмотря на то, что он не самого высокого роста для тяжелого веса, но размах рук 2 метра, достать он Александр Джошуа сможет. И вот опять буду ориентироваться на свою судейскую записку, я уверен, там опять будет победа украинского боксера. Я, в общем-то, с трудом вижу то, как Энтони Джошуа может отправить его в нокдаун или нокаут, а вот обратную ситуацию мне видится более приемлемой. Ну, а если трезво оценивать уровень технического мастерства боксеров, то здесь, конечно же, усик на голову, а то и на две головы выше. И также еще в начале этого года состоится третий поединок между Хуаном Франциско Эстрадой и Романом Гонсалесом. Здесь просто стоит смотреть в оба глаза и не моргая. Два предыдущих поединка у них были просто шикарные и стоит обязательно смотреть и третий бой. У обоих головы железные, я не верю, что кто-то из этих боксеров другого сможет нокаутировать. Здесь фаворита явно нет. Если нужно имя фаворита, в принципе, хорошо. Называю эстраду. Из российского бокса, наверное, мы можем ожидать, и на этот раз справедливым, эту встречу Дмитрия Бивола и Артура Бетербеева. Поскольку у Бивола подписан кадр с Екатеринбургским промоушеном, туда, в принципе, обоих боксеров завести могут. Вопрос, по большей части, стоит в том, насколько это надо команде Артура Бетербеева. По большей части, я не вижу никаких препонов для того, чтобы этого не сделать. Я вижу причину для Джо Смита избегать встреч с нашими боксерами, поскольку в обоих из них он будет просто повален на пол или полностью деклассирован. А вот Бетербеев и Бивола, это, конечно, встречи крайне интересные. И здесь я вижу, наверное, фаворитом все-таки Дмитрия Бивола. Технический уровень Дмитрия, показанного в подлинке с Саламовым, я прекрасно понимаю, что Саламов это никакая нечета в сравнении с Бетербеевым, но технический уровень Бивола, он просто превосходен. Боксер это умнейший. И вот он может оставить Артура на дистанции, которая удобна ему самому. У остальных боксеров это вряд ли получится. Если говорить о подвигах Сауля Альвареса, то здесь опять же намечается встреча в полутяжелом весе. Я думаю, что и варианты боя с Бетербеевым Биволом не особо интересны, поскольку риски высоки. С Джо Смитом может быть. Илонг и Макабу это какая-то интересная авантюра. Я здесь обязательно жду какого-то подвоха от мексиканского боксера. Вот, кстати, еще одной из причин, почему я его не считаю лучшим боксером года, поскольку он очевидный химик. Причем, заметьте, я говорю химик, а не допингист. По внешнему виду Сауля Альвареса видно, что он сидит на химии. Другой вопрос. Запрещена эта химия или нет? Ну, если он не попадается пока, ну, будем считать, что он пользуется доброкачественной фармацетологией. Ну, а касаемо поединка с Макабу, я как-то совсем не верю, что здесь все будет кристально по спортивному принципу. Тем более, что еще Макабу предстоит защиту титула с Табисом Чуно. Ну, опять же, крайне интересный поединок. Так, и думается, что загонят канала его в какие-то чудовищные неприятные рамки, и Макабу будет реально сложно защитить свой пояс. Ну, что-то вроде весовой категории до 85 килограмм, с какими-то чудовищными дополнительными проверками на допинг, а может быть, это махинациями на весах. Поэтому, ну, вот это достижение Сауля Альвареса покорить еще один дивизион, оно, в общем-то, возможно. Хотя, по большей части, это большая авантюра. Если это пройдет в чистом спортивном ключе, то у Альвареса большие шансы эту встречу проиграть. Ну, остальное, наверное, ждем каких-то новых российских имен. В этом году, например, порадовал Павел Селягин. Ну, а Альберт Батаргазиев и Муслим Гаджи Магомедов все-таки пока будут строить карьеры к Олимпиаде во Франции. Поэтому, ну, от кого будем ждать титулов? Возможно. Без Путин вернется с каким-то поединком и завоюет пояс Раджа Абутаев. Ну, и Павел Селягин, который сейчас идет на очень хорошем счету. Ну, это были итоги года для канала События в мире бокса ММА. Поздравляю вас с праздником. Не болейте, любите бокс. До новых встреч, друзья.